Как женат? Яна! Женат, значит. Ну, статистически ничего странного в этом, конечно, нет. Радует, оказался честным, и сделал это до постели. Оставить еще настоящий мужчина. Ты думаешь? Ну, смотри-ка. Нас, кажется, вить идут. Вот. Этот точно ничего бы не сказал. Так и катал бы тебя на своем Мерседесе и убеждал, что ты его единственная. Но строго до 17-го. Ты посмотри на него. Типичный образ завиданного жениха для многих жаждущих девушек нашего города. А в сущности своей настоящая обезьяна. О, смотри. Слышь, скажи им, опаздываю я. У меня тут сучка одна въехала. Блондинка, дура. Понятно, чем заработала. Только плохо, видимо, дала. Всего лишь на какую-то бэху. Слушай, Ян, я так на работу опоздаю. Может, мне такси взять? Ведь тебе еще страховой заполнять? Ничего, я сейчас все уладю. Все еще учимся водить? Ты вообще смотришь куда-нибудь, когда едешь? Новую тачку мне искорежило. Коза. Вы не знаете, откуда у второго участника нашего дорожно-транспортного происшествия такой богатый лексикон? Что? Понятно. Кстати, всегда теряюсь, как к вам обращаться? Гражданин, товарищ, господин. Простите, младший лейтенант Дивиденко. Вот, младший лейтенант. Я двигалась по главной дороге со скоростью 52 километра в час. Водитель транспортного средства, ух ты, 007, решил пренебречь знаком, предписывающим уступить дорогу, мотивируясь, скорее всего, таинственной магией своего номерного знака. Я начала торможение сразу же, как только его автомобиль оказался в поле моего зрения в 30 метрах от столкновения. Мой автомобиль в данной комплектации весит 1360 килограмм, плюс две стройные девушки идеальной комплекции. Это еще 100 килограмм. Итого 1460 килограмм, движущиеся на скорости 52 километра в час. При коэффициенте сцепления с дорогой при сухом асфальте 0,7, тормозной пульс составляет 36 метров. Запечатляйте, пожалуйста. Как показывают мои расчеты, столкновение было не избежать. И причиной там явились неправомерные действия водителя Мерседеса. Я бы с удовольствием помогла вам с заполнением, но у нас там настоящие ЧП. Моя подруга только что выяснила, что ее молодой человек женат. Вот вы, например. Вы женаты? Я? Да, вы. Ну, в общем, недавно совсем, ну... Простите, это не имеет отношения к делу. Как и следовало ожидать. В формулировке ответа первые два слова не определенные формы. Кто говорит о том, что даже будучи молодоженом, вы боитесь признаться симпатичной девушке, что вы женаты? Ну... А с вами вообще все понятно? Все мужчины негодяи, просто один-то идиот. Но вы, дорогой мой, 007, в эту категорию не входите. Что ты им такого сказала? Правду. Что твой жених поматросил тебя и бросил, вдобавок еще оказался женат. Вследствие чего у них проснулось генетически заложенное чувство вины. Как ни крути, у всех у них рельце в пушку. Но Рома меня не бросал. Это я скорее решила, что... Только Москва могла породить такого монстра, как ты. Кандидат наук, маскирующаяся под порно-звезду. Еще двоих заиками оставил. Нет, ты хотя бы очки носила бы для приличия. Я решила посвятить свою жизнь борьбе со стереотипами. Порошок в лес.